Ребят, всем привет! Это Самогон ТВ. Мы снова в гостях у Руслана. И мы сегодня смотрим его самогонные аппараты. Мы ему однажды собрали медный самогонный аппарат, а сегодня у нас вторая серия. Смотрим те аппараты, которые у него есть. А у него, ребята, тут есть что посмотреть. В общем, я решил себе взять еще и медный аппарат сербский. Огромный, 100 литровый, для того, чтобы можно было на дровах или на газу летом гнать большой объем. И я себе приобрел вот такую штуку. Ё-моё! Слушай, тут еще муха не сидела, да? Ё-моё! Слушайте, это еще не все, смотри. Это не то. Это шлем ныряльщика, видишь? А-а-а, это шлем ныряльщика. Слушай, из него тоже можно самогонный аппарат сделать. Я его и поэтому привез, он давно лежал на складе. В общем, это аппарат, это холодильник. У них есть, значит, вот эта вот соединитель, штука, да? Которая все это соединяет. Они перешли на клампы, кстати, теперь полутора. Ну, отлично, отлично. Что удобно. А раньше у них был гидрозатвор, то есть они закрывались, надо было водичку наливать. Есть попугайчик медный. Ну-ка, покажи попугай. Вот это попугайчик. Смотрите, какая толщина трубки. Он вот сюда вот набивается. Вот так вот. Ну, в общем, туда хорошо. Его надо чуть-чуть на возвышенность. А холодильник там что? Можешь снять упаковку, посмотрим? Холодильник там полый. А-а-а, вот он какой. Мы-то отсюда, смотри. И труба просто идет. И труба. Просто внизу. А, несколько. Тут раз, два, три. Ребят, четыре медные трубки. Смотрите, надеюсь, вам видно. И тут вода еще полностью, да. И сверху горячую убираем, снизу холодную подводим. Да. Вперед. Слушайте, отлично. Тут еще тоже есть термометр, чтобы смотреть. Вот. Ну, собственно. Слушай, ну, приглашай на запуск. Это будет бомба просто вообще. А тут у него есть ручка. То есть он откидывается. То есть ты его откидываешь. А-а-а, чтобы вылить, когда надо помыть или еще что-то. То есть он еще на таких шарнирах откидывается. Ну и можно его... Печка своя прям. Да, можно его топить дровами. Вот он висит, ребята, да, здесь. Либо вот у меня докуплена для него горелка газа. А-а-а. Она плоская, которая раз, то да. От двух баллонов ее лучше. Сказали питать. Ух ты, слушай, сколько здесь киловатт-то? Да. Ну, блин, что-то я не помню. 20 точно, 27 может быть, да? Сколько сопил. Ну, что за такое, она достаточно мощная. Сказали питать от двух баллонов, потому что не хватает. И это, можно на газу, потому что на дровах это, конечно, такое развлечение разовое. Я думаю. Слушай, ну бомба вообще. Аппаратик будем летом испытывать для фруктовых браков. Да, нужно сырье, конечно. На нем сахарную брагу перегонять. Это абрикос слива. Преступление. Вот ждет своего часа. Огонь, огонь аппаратик. Слушай, спасибо, да, классно. Давай другие посмотрим сейчас. Давай, пошли. Так, ну что, самый большой аппарат мы давай посмотрели. На сколько, кстати, он литров, я забыл. На 100 литров. Ну, это серьезный объем. Да. Объем. Так, что у тебя поменьше есть, надеюсь, не 200. А, что есть, но меньше. Тут еще у меня кальян поменьше. Ага. На кальяне самогон? Вот это интересная задача выгнать. Я экспериментировал, но в процессе приготовления использую. Значит, здесь у меня, собственно, классическая кастрюля. 37 литров. Плюс есть расширительное кольцо. Ну, вот оно. Плита у тебя айплейт. Айплейт, 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 айплейт. Ага. Это у меня расширительное кольцо на 20. На 20. То есть 57 получается. 57 литров, ага, отлично. Да, гнать. Есть у меня, соответственно, вот крышечка к нему. Есть медная крышечка. Ну и отдельно сейчас новая медь есть. О ней тоже расскажу. Есть, дальше у меня, значит, несколько систем. Есть классическая, значит, для ректификации. Тарельчатая колонна. Это у тебя какое, дом спирит, да? Да, дом спирит. Они, соответственно, здесь нерж плюс медь. Есть чистая медь, есть чистая нерж. Можно дальше играть, переставлять там, как, что надо и так далее. То есть, короче говоря... Ну, они все разборные. Да, да. Вот, ну, дальше классический холодильник. Я себе купил холодильник с одной второй дюйма, потому что у меня быстросъемы, мне так удобнее. Дефлегматор, все тоже с быстросъемами. Тут, как бы, немножко наколхозил, но все равно оно все работает. То есть, здесь на три четверти переход. Здесь, соответственно, втыкается у меня такая штука. Просто садовые эти штуки поставил, да? Вот он, игольчатый клан. Да, вот так вот втыкается и сюда быстросъем. Все четко работает, не течет. Короче говоря, очень удобно. Это тоже игольчатый клан, кран на одну вторую. И внутренний, с наружной резьбой быстросъемчики туда вкручиваешь. Очень удобная штука. Так что использую для контроля воды в дефлегматоре. А раньше у меня были вот классический дефлегматор. Такой вот, ну, под обычные шланги. И где-то вот лежит холодильник обычный, соответственно. Тоже классический. Вот. Что еще? Все это двухдюймовое у меня. Я смотрю, вот у тебя крышка медная, явно, то есть, докупала. Это докупала, да, да. В общем, короче говоря, по идее, у меня тоже, я еще ее не испытывал, она новая. По идее, он тоже на мой куб. Трехдюймовый выход у него. Вот, а здесь, или это четыре дюйма, наверное, четыре дюйма выход, да. Да, да, ага, переподник. Вот, а здесь вот классики у дом спирта идет два дюйма. Ну, и, соответственно, строим колонну. Я надеваю, если ректификация, то сразу вот эту штуку. Сверху дефлегматор, поворот. То есть, вот так вот дефлегматор ставлю. Да, да, да. Потом делаю угол. Вот, ну, и, собственно говоря, холодильник и там попугаи есть. Все, и пошел отбор. Вот. Здесь у тебя переходники разные, поскольку появилось больше оборудования. Здесь у меня там четыре на три, да. Здесь вот этот вот три на два, два на полтора. Ну, короче, разные. Можно перейти, короче. Можно перейти на что угодно, да. Еще взял вот такой вот маленький кубчик себе, самый дешевый вообще, он там, не знаю, три тысячи рублей стоит, для того, чтобы в нем проводить какие-то эксперименты. Я тут пытаюсь с джином разобраться. А сколько он, сколько он объема? Пятнашка, пятнашка. Пятнашка, да. Ну, в общем, меньше уже не нашел. Я бы взял десятку, если честно, вот, для экспериментов. Очень удобно, залил туда, там, не знаю, спирта и попробовал джинчик прогнать, построил какую-то колонну. У меня есть вот этот доктор Губера, миджит. Вот покажи, да. Она собирается на трех дюймах. Вот так вот выглядит. Ну, там, внизу, соответственно, можно либо переходник какой-то поставить, либо диоптер. Если у тебя два, можно два на три перейти. Такая невысокая получается, удобно, да? Да, и в нее, соответственно, есть разные насадки. В нее есть возможность поставить медные тарелочки, они вот так вот выглядят. Соответственно, по сути, получить тарельчатую колонну, ну, просто их там будет три. Можно дорастить. Я сейчас докупил этих диоптеров, у меня они придут вот буквально с ближайшей поставкой. Ну, соответственно, можно там ее повыше будет сделать. А есть самое ценное, что мне нужно было. Это вот такие сетчатые основания. По сути, она превращается в корзину. В варомку. Да, то есть ты берешь вот так вот, делаешь, туда засыпаешь, что хочешь. И, собственно говоря, делаешь из этого ароматный напиток. Вот я тут работал с джином, пытался... Ну, я делал на Мацерате, пока он не эксперимент. Ну, думал, что, может быть, что-то добавить в джин-корзину еще для усиления аромата. Вот можешь посмотреть, у меня тут специи мои, да. То есть у меня тут целая полка разных специй. Ну, в общем, у меня есть товарищ, с которым мы этим занимаемся. В общем, короче говоря, экспериментируем. Ищем какой-то рецепт, который нам зайдет. Это у тебя кто тут контролирует все? Это Оливье Негрони, который придумал, собственно, коктейль Негрони. Да, любил он прибухивать. А был популярный коктейль Космополитен на вермутах. И он попросил туда добавить что-то крепкое и пометить ему. Ему помечали апельсинкой, и он прибухивал. И туда джину стали добавлять. Все, понятно. А потом получил мировую известность. Классно, классно. Вот смотрите, ребята, настоящая лаборатория. Да, здесь термометры, гидрозатворы, значит, спиртометры, аэрометры. В общем, короче говоря, все здесь. Шланги все. Шланги, быстросъемы. Что нужно, как бы, да. Переход вот здесь опять-таки все на быстросъем. Как раз вот он. Мечта самогонщика и хозяйки, да. Кран можно и руки помыть, и это, не надо что снимать. Обязательно ставьте, я каждому говорю. Ну и вообще здесь можно что-то помыть баки, там, просто у меня здесь это банное помещение, мне можно там помыть еще возле бани, все. Можно, короче говоря, и самому помыться, и сделать хороший напиток. Помыться параллельно, да. Смотрите, смотрите, какая красота, как висят отлично эти... Комуты кламы. Да, и вот, что у нас тут, смотрите, ребята, водка, просто спирт с водой, производство без души. Самогон совсем другое. Вот он капает в тиши. Даже сам процесс варенья полон тайной красоты, ожидания, вдохновения, приближения мечты. Вот это, вот это келья просто, это, ребята, это не самогонный лабораторий. Да, очень маленький. Это келья вообще. Да, вообще по плану это был предбанник, где можно было раздеться и так далее, но я решил его освоить по-другому. Ну и, в общем, короче говоря... Слушай, ну получилось, классно. Забабахал здесь такую лабораторию, да. Так что, так все очень тесно, но мне одному нормально, то есть все работает, здесь все поверхности рабочие есть. Плита, можно на здесь ставить что-то невысокое, можно на пол опуститься. Здесь какие-то вот стоят всякие штуки, вот головы. Сейчас костер разжигали, вот пригодились. Отлично. В общем, короче говоря, тут какие-то насосики, фильтры, дрожжи. В общем, короче говоря... ТРПН-очка лежит, ТН лежит, все как надо. Дрожжики, да. Все как фильтрующие. Ну, в общем, все под рукой, все рядом, можно экспериментировать. Я пока, честно говоря, зима была сахарной браги в основном, ректификация, и потом на спирту какие-то эксперименты с тем же джином. Настойки и мацератные. Да, и настойки, да. Попробовал несколько приготовить, там какие-то получились какие-то в процессе доработок там и так далее. Вот, сейчас вот пойдет сезон, соответственно, это мой первый сезон. Я на самом деле начинающий, несмотря на то, что у меня такой арсенал, я на самом деле начинающий самогонщик. И делаю это исключительно так вот, как и все, для души. Поэтому, вот сейчас пойдет сезон, буду экспериментировать. Много, да, много возможностей, классное оборудование. С фруктами, сливу хочу попробовать, хочу абрикосовку сделать, я там прикупил еще пару бочек. Ну вот, хочу туда... Виноград пойдет, можно брать. Виноград. Сейчас вот я сделал брагу из винограда на концентрате. Ну, зима пока, да. Хороший концентрат, такой ароматный, да, сейчас попробуем перегнать, посмотрим, что получится. Так что, вот такие дела. Даже вот есть советская мельничка для специй. Это реально еще с советских времен. Мельница, сюда засыпаешь какие-нибудь специи и перемалываешь. Как мясорубка, да, маленькая? Какой-нибудь или еще что-нибудь, да. Класс. Для моцерата иногда полезно что-нибудь перемолоть. Есть вакуумный. Значит, купил себе этот... Сувид. Еще не пробовал, честно говоря. Вакууматор есть, который, собственно, запаивает пакеты. И сам Сувид этот... Короче говоря, можно делать и закуску сразу. Ну, не закуску, но самое главное уже для настоек подходит. Для настоек, да. Можно там запаять пакет, поставить этот Сувид аппарат в кастрюлю. Можно прямо здесь готовить условно. И он будет поддерживать нужную температуру. Можно делать запеканку. Это старая русская настойка, запеканка. В печке ее делали. Вот, на несколько дней оставляли. Вот, можем попробовать сделать эту тему. Поделись рецептом, удовольствием еще. Спасибо тебе огромное, что рассказал. Вот, друзья, вот такая вот супер лаборатория. Спасибо огромное Руслану за то, что рассказал про свои аппараты. Спасибо за то, что пришел в гости. Заглядывайте, буду вас чем-нибудь удивлять, как на начинающий самогонщик. Кучу ошибок буду делать, а вы будете в комментариях писать, как мне надо делать правильно. Вот. Ну что, всем добра. Подписывайтесь на Самогон ТВ. Мы были в гостях у Руслана. Посмотрели его аппараты. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова